Врачный договор укрепляет брат Что? Я не хочу носить кольцо Какого хрена? Почему мы, мужики, все время при разводе страдаем? И вы еще и забираете ребенка, блять и гайника сюда нахуй Ничего, что вам у нас всю жизнь на шее, сука, висели и мы вас из жопы вытащили Уже хуярят павитари, сука, тварь, Маша, уйди от него ты смотри, что он думает Мы вычислим вас и приедем еще и наваляем Амиран такой выходит, ишки-мей, ишки-мей, ай-ща-ш. Пятерых трахнул, о-хо-хо-хо-хо, гелик отожгу. Поднимите руки, кто за брачный договор? У тебя есть какое-нибудь чувство тревоги вообще перед свадьбой? Нет. Играет тревога, может быть, моя свадьба. Что хочу, то и делаю. Не переживай. Нам надо купить кольца. Нам надо не платить паспорта. Как кое-кто забыл, когда мы ехали в ЗАГС. Скажи, пожалуйста, это была частая случайность? Да. Ну, серьезно. Ну, серьезно. Конечно, но как я мог забыть паспорт специально? То есть никакой продуман. У меня еще знаешь, что спрашивают? А? Это для нас брачный контракт. Кто спрашивает? Мне кажется, что брачный договор укрепляет брак. Что? Я знаю другую поговорку, которая мне не очень нравится. Ну. Что-то там укрепляет брак. Ну, это понятно. Ваша версия в комментарии. Не, да. Ну а что, ты считаешь, что это плохо, что ли? Ну, я не знаю, плохо или неплохо, но я просто считаю, что в этом вообще нет никакого смысла. Ты делаешь брачный контракт, окей, ты там прописываешь категории всякие, что если мы разводимся, тебе перепадают корешки, мне вершки и так далее. Но мне кажется, что если вы разводитесь, то можно как угодно, все что угодно сделать и без брачного контракта. Даже если он есть, все равно можно все сделать так, что кто-то не получит ничего. Поэтому смысла в этом брачном контракте нет никакого. Ну смотри, это неправильное осуждение, на мой взгляд. Да что ты говоришь? Нет, потому что я в своей жизни сталкивался с судебной системой России и у меня много друзей, которые сталкивались с этим. И вопрос просто лучше договариваться обо всем на берегу. Давай обсудим, какие есть плюсы брачного договора, какие есть минусы. Давай. Плюсы. Никому нельзя будет навешать лапшу на уши и так далее, и так далее, и так далее во время самого брака. Потому что разные люди встречаются на пути. Знаешь, некоторые влезают так в душу и все переворачивают наизнанку, что моментально супруг или супруга превращаются во врага. И уже начинаются там какие-то мутные схемы. Когда у тебя есть брачный договор, у тебя априори это невозможно. А вообще, что это ты об этом сейчас подумал? Я просто начала думать про документы. Хочешь отжать или что-то? Врачный контракт. Саня. Я жучу. Блин. Ну конечно хочу. Дай мне половину, не стереди ты нахуй. Целый месяц мы отдыхали, занимались фигней. Ничего себе отдыхали. Ничего не делали и не готовились к свадьбе. Настало время посидеть наших дорогих организаторов узнать вообще. Я бы сказала, что постепенно настает пипец. Именно поэтому мы пришли в гости к нашим организаторам, потому что времени уже нет. Заметьте, в этот раз инициатором этой встречи выступил я. Боже, сколько счастья! Не, ну нормально, кстати, плитка Versace, ребята. Саша! Слушай, Маша, может я не этим занимаюсь, а надо петь там, блоги снимать, а? Я не могу, я сейчас уплани. Стали счастливой. Маша, я думаю, сразу настроение. Так, чай, кофе, виски, водка, что? О, ничего себе. Слушай, ну вот, ну, на мою свадьбу уже можно было чем десять забрать. Я так поезжу по гостям. Да-да-да, соберу. Ну ладно, нормально. Ну да, всё ерунда. Ну погнали. Там старший сын, а он сейчас только с работы пришел. А младший на концерте МОТО? С тёщей. Ну слушай, могут себе позволить, когда такие родители-то. Да нет, на самом деле, Матвей подарил билеты. Идея состоит в том, чтобы нам провести кастинг между множеством ведущих, раз вы не можете определиться. Мы прям со всей России запускаем кастинг ведущих. И прям осматриваем их в прайм-тайм. Да, дядь. Потому что, ну, надо дать всем шанс, потому что на самом деле меня атаковали. Говорят, ай, пожалуйста, можно я буду вести Машу, Сашу? А ты не хочешь поучаствовать сама? Подождите, а как мы кастинг будем делать? Нет, мне кажется, это клёвая идея. Это очень клёвая идея. Давайте вот и объявить прямо сейчас, что все желающие со всех городов России, СНГ, откуда угодно, можете в описании зайти и увидеть почту и присылать своё резюме. Но только если вы реальный ведущий, как бы у вас есть опыт, присылайте. Мы отберём, ну, допустим, 20-30 человек и устроим вот так же встречу с каждым, как кастинг проведём, и дадим, так скажем, дорогу молодым ведущим. Ну, зачем нам брать Баскова? Ну, ещё и башлять за это зафига. Басков, пускай приходит в гости. А прикиньте, у нас будет первая свадьба, когда ведущие будут каждые 10 минут меняться. А что делать? Ну и 10, свадебный марафон ведущих. А знаешь, как гол-гоу в клубе, да? Вот устали, хох, ура! Раз, раз, ноу-ра! Раз, нашли, хох, ура! Стриптизёрша тоже такая на шисте потанцевала и все. Это мы никто не говорили, правильно? Нет. Присылайте на 30 секунд видео, чтобы мы сразу поняли, подходите вы к нам на кастинг, или вы вот фуфлыжник просто так сейчас решили хайпануть и прийти к нам на кастинг. Мы вычислим вас нахрен и приедем, ещё и наваляем. Поэтому присылайте, заходите, в описании будет почта, на которую вы сможете всё прислать. А теперь всё, погнали обсуждать, значит. С датой мы определились, с местом мы определились. Ну, мне понравилась идея поехать на белой Тессе. Прикинь, мы так откроем её, дверь как чайка и встанем такие, я в костюмчике. Ой, красиво, кстати. Платье, нет? Маш, прикинь, ты в таком платье красивом. И двери открываются. Ну, там, правда, ехать, наверное, нереально будет, просто для фотосессии можно взять. Почему ехать нереально? Нет. Ну, Маш, тогда в платье не помесь. Я не помещусь в платье, реально. Она же маленькая машина. А, ну, будем танцевать на газете и опускать карандаши в бутылки? Лиза, ты хочешь? Сделаем это. И кокос перекрыли. Ребята, ну, пожалуйста, не делайте эту банальщину. Какой выкуп? Какие вот эти бутылки там? Банальщину? Это никто уже давно не делает. А мы в ретро уходим, понимаешь? А, можно... Ты не ретро, это... Короче, выкуп невесты покупаешь биткоинами. Сейчас самое главное, чем нужно заняться? После того, как мы уже определили дату и место... Сделать дегустацию алкоголя, да. Вот. Я почему-то знала, что будет? Выносить... Нет. Дегустация алкоголя – это ерунда. Отдельная. Да, нафиг надо. Ну, так все понятно. Чувствую сейчас. А нужно платье тебе выбрать? Да, конечно. Вот. Ты поедешь тогда на днях выбирать платье. Йоу. Я сегодня приехала на примерку свадебного платья. Это Маня. Маша учился на школе. Мы дружим с 7-го класса. С какого? С 7-го. Ой, с 7-го. С 7-го. С 1-го класса. Все началось с того, что Маша отдала мне свой бутерброд с красной икрой. Еще с детства она ела только черную просто. Привет. У нас классная сложилась ситуация. Я Маша. 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 И нас встретила человекная девушка Маша. Так что все, норм. Не забудем друг друга. Боже, какая красота. Маша. 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 Брачный договор в нашей стране все думают, что это все пиздец. Мужик сразу нагнул свою бабу. Это не так. Во всем мире, в Америке, в Европе люди заранее, ну как бы это жизнь, все бывает. Но мне кажется, когда у тебя так много обязательств, когда ты не просто такой, типа, опа, встретил девочку там в садике и с ней поженился после школы, знаешь, и вы такие с нуля все начинаете делать, ну как бы да, здесь, наверное, глупо задумываться о брачном договоре. А когда у тебя есть большое количество обязательств, там, соглашений каких-то, то, ну, мне кажется, это разумный шаг. Если мы расстанемся, тебе остается все, что было у тебя в начале отношений, а мне все, что было у меня. Хорошо, ты красиво говоришь, но ходишь вокруг. Нароли стилю, блин. Меня просто, я уже чувствую, как, вот люди смотрят и, блядь, уже хуярит комментарии. Сука, тварь, Маша, уйди от него, ты посмотри, что он думает. Пам-пам-пам-пам. Да, и вторая часть комментариев. Ребята, топите, ебашьте дальше. Вторая часть комментариев это, правильно, Санек, гаси, ничего, пускай будет контракт. Через лет десять посмотрим, кто будет в жопе, а кто будет в топе. И, может быть, тебе тогда имеет смысл задуматься заранее, а не отожму ли я у тебя твой инстаграм, а? Ты хочешь сказать, что ты через десять лет подошла на развод? Ну, как ты вести себя будешь? Ну, что раньше? Мне будет очень интересно посмотреть на комментарии людей. Пожалуйста, напишите, особенно те, у кого есть горький опыт развода и те, у кого… Есть счастливый опыт развода. Нет, и те, у кого есть… Как контракт помог. И те, у кого есть уже брачный контракт и как он скрепляет дальше ваши узы. Слушай, это люди живут и радуются. Вот смотри, мы сейчас живем и радуемся, а так… Я вообще, блять, против этого штампа, потому что он кардинально меняет людей. Если ты и мы решили, что мы узакониваем наши отношения… У нас уже документы в ЗАГСе, все, уже решили. Вот. И если мы решили делать свадьбу, окей, я готов. Но я не хочу, чтобы у нас ментально что-то поменялось. Так у нас ничего не поменялись. А хуй там! Я уверен, что у всех все меняется. Знаешь что? После того, как ты мне сделал предложение, кто поменялся в нашей паре? Не я! Ну-ка, ну-ка поподробнее. Да, ты меня стал пилить. Так, а за что? А вот хрен его знает за что. Я ничего не делаю, ты стал меня пилить, потом ты ввел запрет на ласковые обращения друг к другу и вообще, блин, мы посыпались. Ну, потому что это слишком мимимишно. Масечка, Масюня, пиздец. Хочется сразу, пиздец. Это было только между нами, понимаешь, двумя. И, блин, это было так мило и так смешно. Слушай, это иногда вы... Саша, сделай мне кофе. Саша, будем ли мыть машину сегодня? Саша, когда ты будешь дома? Нормально. Саша, я тебя люблю. Ну и отлично. Меня мама назвала Сашей. Мне приятно, что еще и любимая женщина я называю Сашей. Я тебя назвала Масей. Короче, я скучаю по этому. Потому что это у нас изначально был прикол, мы угорали. Да он у нас изначально, мы были сначала малышами. Еще я охренела. Саша, когда начал, мне говорят, малыш, малыш. Ну, малыш нормально, но мы малыш тоже переросли. Ты мне просто каждый раз, когда... Ты можешь меня сегодня не перебивать, бляха, муха? Я могу. У меня она болела. Каждый раз, когда ты мне пишешь в ватсапе Маш, я думаю, все, пипец. Сейчас будет какая-то жесть. Ну там, типа, что купить в магазине? Ну окей. Я просто сразу на стрёме, когда ты мне пишешь Маш. Ну и отлично, чтобы не расслаблялась. Да нельзя так. Надо нежность добавить в отношения. А ты ее убрал. Сделал предложение, записал песню, ты нежная и такой, ну ты нежная, а я нет. Ну и все, я как бы уже отстрелялся, можно сказать. Ну так нельзя. Теперь живи с мужиком. Можешь прописать... С каким? Можешь... Со мной. Можешь прописать это в брачном договоре. Что? Напиши. Все, с этого момента... Сохранить, меньше наласкать. Да, хорошо. Мы будем говорить друг другу, Мася. Последнее слово за мной. А что еще нужно сделать? Кольца нам надо. Кольца, да. Костюм. Сколько всего? А можно одно кольцо купить? Потому что я не буду кольцо носить. Ты будешь носить кольцо? Мы буду. Если я буду носить твою фамилию, ты будешь носить мое кольцо. Хороший. Какой подход. Надо запомнить. Записать. Если ты не готов носить мою фамилию в случае, когда я не буду, не готов носить кольцо, то тогда, извините, свадьба не будет. Не, если ты не ноешь кольцо лопатой, то можно не спорить. Ребят, спасибо большое. Ставьте лайки. Но, к сожалению, это последний выпуск нашего свадьба шоу. Да? Меня тут на понт не бери. А ты меня на понт не бери. Я не буду носить кольцо, я буду покупать одно. В смысле? У тебя должно быть два кольца. Секунду. Я не хочу носить кольцо. И ты не знаешь, что ты не должен покупать. Мне не нравится это. Ну, блин, ну дайте попробовать хоть какой-нибудь. Дай вот это. Ну, это тебе будет мало-мало. Давай. Ну, блин, ну это ужасно. Я не могу носить кольцо на свою руке. Ну, на цепочке оно будет такое виртуальное. Я вот, допустим, когда иду на тренировку, и чтобы не царапать кольцо, а штангу, я вешаю на цепочку. Перчатка. Перчатка. Кто-то ты часто стал сомневаться там в зале. Еще и говоришь, что у меня там тренер Игорь, туда-сюда. Не Игорь, а Дима. Смотри, ты. Насчет артистов. Я понял, что, ну, как бы, в моей голове есть какие-то топовые артисты. Там взрослые артисты, молодые артисты, которые круто выступают. А вот молодые, как классно они выступают на свадьбе, я не знаю. Ни кавер-групп, ни молодых исполнителей. Может быть, зрители там в комментариях напишут и дадут свои предположения. Ну, и мне хотелось бы действительно сделать подборку платьев. Потому что чаще всего платье задает тон вообще всей свадьбе. Ну, вот это better, чем предыдущее точно. Точно лучше. Ну, мне больше нравится, чем предыдущее. Ой, предыдущее, вот это. Вот это. Сашуля, готовь 270 тысяч. Вот его я хочу померить. А сколько такое платье стоит? По-моему, 210. Боже. Я с сестрой пришли к решению. Вот это вот отстегнуть. Вот так. И брюк превращается. Да. И потом тебе будет очень классно. И легко, и вот эта официальная тяжесть у тебя уйдет. И шлейф уйдет. Согласна. И платье можно будет красивее сделать. Типа нижней платье просто. И потом можно жить. Ну, оно, по крайней мере, необычное. Ну, мне так кажется. И оно прям фэшн. Оно фэшн. Вот если ты хочешь фэшн, то вот это платье, оно подходит. Покажи. Давай так. Посмотрим, значит, просто на всю... На развитие событий со стороны. У нас нет брачного договора. Мы с тобой любим друг друга. У нас появляются дети. У нас все здорово. Мы живем жизнью. Всю нашу жизнь вместе. Счастливо и здорово. Как вдруг? Нет. Все. Точка. Второй момент. У нас нет брачного договора. Мы с тобой живем-живем, и что-то случается. Может быть, с твоей стороны. Может быть, с моей стороны. Может быть, я изменил. Может быть, ты там как-то жестко накосячила. Стала вести себя непонятно. Тоже изменил. Может быть, я стал херовый там. Может быть, я буду плохим отцом. Или еще что-то. Ну, все. Мы начали бесить друг друга. Дальше у нас начинается бракоразводный процесс. И мы еще больше отдаляемся друг от друга. Начинается дележка. Появляются третьи лица, которые вмешиваются в этот процесс. Мы становимся врагами. Я слишком дорожу тобой. Слишком люблю тебя. Я не хочу терять тебя по жизни. Даже если мы разойдемся. Я хочу, чтобы мы были вместе. Может быть, дружили. Может быть, наши отношения переросли дальше. Я буду ненавидеть всех твоих женщин. Если же у нас происходит такая херня. Мы уже на берегу договорились. И мы не потеряли свои взаимоотношения. И ты такой, я тебя ненавижу, тварь. Посмотри контракт. Я должен заплатить тебе 500 тысяч рублей. На, 500 тысяч рублей. Ты думаешь, это так происходит? Можно прописать абсолютно любые пункты туда. Это не означает, что мы прописываем, типа, блядь, все мое, мое, все твое, твое. Может быть, у нас совместно что-то будет. Мы уже заранее договариваемся о том, что в случае чего-то, в случае нашего расхождения будет вот так, так и так. Все. Ну, подожди, ну это же все по закону. А почему я тебе должен, сука, все время платить, блядь? Хорошо, давай. Ты почему не допускаешь пункт, что ты мне, блядь, что-то заплатишь, а? Окей, хочешь, я тебе отдам все вообще. Блядь, какого хрена? Почему мы мужики, блядь, все время при разводе страдаем? У вас и вы еще и забираете, сука, ребенка, блядь, и гайника сюда, нахуй. Ничего, что вы у нас всю жизнь, блядь, на шее, сука, висели. И мы вас, блядь, из жопы вытащили. Кто, блядь? Какой нахрен жопы? Да потому что так и есть. Ты вообще видел жопу, из которой ты меня вытащил? Я не говорю про тебя. Ага, я тоже про тебя не говорила. Ну, я бы, если бы развелся, то я бы хотел с тобой жить. Да, но тогда зачем разводиться-то со мной? А что вам, блядь, типа, мы просто такие... У нас семья дружная семья. Мы такие, не трахаемся уже там пять лет. У нас уже проблем куча. Но мы такие, мы зато дружные семья. Для влога, ребята, блядь. Специально для вас мы остаемся вместе. Вот они. Если вам нравится наша парочка, поставьте лайк. И добавляйте нас, друзья. Где? Небудь. Ты вот уже сейчас кого-то там попросил добавлять к себе друзья. Ну, друзья же не семью. Угу. Мы еще насчет твоего тренера там Андрея поговорим. Что за манера постоянно, демонстративно забывать имя какого-то молодого человека? А что я должен помнить, как его зовут, блин? Потому что это человек, который помогает мне быть здоровее. Ага. Я видел, как он тебя на тренировке там спинку поддерживает. Правильно делал. Не буду ее поддерживать, не буду задействовать у него в бюджете. Он, Сань, хорош. Это ты рвешься на эту тренировку, блять, сломя голову. Ты хотел, чтобы я ходил на спорт. Хотел, блин. Но я не хотел, чтобы у тебя, блять, мужик был тренер. Нельзя, что ли, бабу найти? Что поделать, если ты был единственный тренер, который, который реально разбирается в той специальности, которая мне нужна. Да, в женских жопах, естественно, точно он разбирается. Красава. Вот, блять, красава. А второй тут причем? В жопах разбирается, это прекрасно. Угу. И он у меня. Пиздец, мы еще даже не расписались, у тебя уже там нарисовался тренер какой. Саш, ну ты что, дурак? Реально. Ты еще что-то сейчас говоришь. Блять, пацаны, я уверен, что у вас, у многих, была мысль как-то начать обсуждать со своей будущей супругой брачный договор. Вот вы просто посмотрите теперь этот выпуск и не благодарите. У вас много аргументов. У вас много аргументов, как надавить правильно. Ладно, малыш, я тебя люблю. Я тебя люблю. Даже если мы разведемся, я тебя не брошу. А если у тебя будет ребенок наш, тем более, блин, ты не останешься, ты не останешься где-то там на улице. Ну, будешь жить сам гадом, ничего страшного. Знаешь почему? Потому что у меня там есть квартира. Ну, ты не плаваешь, все будет нормально. Не, а реально, если мы разведемся, ты меня в своей квартире оставишь или в моей? Ну, в своей квартире я буду, наверное, уже. Может быть, нет? Ты пролюбовала мою квартиру, да? Ну, она просторная. Моя квартира просто размером с твою комнату. Ну, я надеюсь, что мы не скоро разведемся. И, может быть, получится у меня накопить, я тебе подарю какую-нибудь квартиру. Это будет первый намек такой, типа, малыш, держи квартиру. Держи квартиру. Сразу звонить менеджеру банка? Нет, мы будем экономить. Ты же задачу поставила на прошлые наши встречи. Да, Маш? Да, конечно. Потому что у нас нет задачи, понимаешь, сделать тебе, как в последний раз, свадьбу. Чтобы у тебя потом ничего не было денег. Да давайте, Херберт, на трех вокзалах будем такие там валяться, как бомжи, и смотреть за то выпуск с нашей свадьбы. Класс. Да, но мы можем не... Так полроссии. Мы, например, с Димой. А есть те, кто вот гуляют свадьбу на все сто процентов? Конечно. Вот все бабки, которые есть, вот все. Тут, знаешь, тут не в деньгах дело. У некоторых, понимаешь, людей есть друзья, которые могут, не знаю, там, что-то помочь, да, какие-то творческие подарки сделать, да, там некоторые, вот, например, друзья жениха чаще всего готовят танец какой-то, подружки и невесты делают тоже какой-то сюрприз, может быть это песня какая-то будет. Это тоже в программе будет определенными блоками, таким образом вы экономите на артистах. Я прямо вижу такое. Декор, смотрите. Я прямо вижу такое у меня. А сейчас объявляем. И Амиран такой выходит. Ишки-ми-ки-ми. А еще. А еще. А еще. А еще. Потом, смотрите, мы на декоре тоже достаточно серьезно экономим, потому что, как вы сказали, не надо огромное количество живых цветов. Мы, естественно, идем путем оптимизации. Довольно много используем именно декор элементов, а не флористики живой. Следующий этап какой у нас? Идем мерить платья и... Ой, блядь, что я говорю? И кольца. Ты идешь, ты идешь мерить, ты идешь мерить платья, а я что? Кольца и все? Нет, это костюм. Надо о тебе подумать. Слушайте, а друзья... Поехали, спасибо. Все, все, поехали. До свидания. Все, я поехал. Мужики, терпения вам. Если вы собрались так же, как и я, жениться, просто терпение. Все, поехали со мной. Поехали, поехали. Покажи, что ты думаешь про брачный контракт? И что? Ну, брачный контракт, когда муж и жена договариваются о чем-то и документы подписывают. Ну, думаешь, это классно? Паш, как ты относишься к брачному контракту? Ух, серьезный вопрос. Мы с партнерами обсудили момент очень важный. И это как бы касается в первую очередь бизнеса, а не только семейных взаимоотношений. Что каждый из нас составит такой контракт. Важен, допустим, по бизнесу часто. Это самое распространенное. Это никак не связано с взаимоотношениями. Что можно принимать единогласные решения. Не надо каждый раз получать подписи, визу от жены. И второй момент. Это в случае развода она не претендует на долю в этой компании. Потому что... Хорошо. Сделали то же самое. Хорошо, секунду. Это ты посмотрел с точки зрения бизнеса. А с точки зрения любви... Сейчас девчонки будут говорить, блядь, уже будут не те взаимоотношения и так далее. Они же вот всегда... У них аргумент только один. Что зачем думать о разводе, когда все прекрасно и вся жизнь и любовь впереди. Таким же успехом можно сравнить это с... Как это называется, когда ты умираешь? Завещание, да? Зачем думать о смерти и так далее? Это просто логичное, здоровое отношение. Я не знаю, как правильно сказать. Это как... Пацаны, второй раз вам говорю за сегодня, не благодарите. Уже второй аргумент. По поводу завещания, блядь, я даже не допер. Когда ты говоришь о брачном контракте, неважно какие причины. Возникает момент. А ты что, типа из серии, там, мне не доверяешь? Или что, ты уже думаешь о том, как расстаться, чтобы ничего не дать? Окей, а тогда вопрос. А если вы в отношениях ради того, чтобы получить половину после расставания, тогда зачем вообще такие отношения? И это двусторонняя история, да? Брачный контракт это не только на совести нашей, но на вашей. Но большинство девчонок почему-то воспринимают слово брачный контракт, как будто это что-то против них. Ты заметил, я говорю, на вашей совести. Не только на совести парней, но и на вашей. Потому что я знаю, что это. Я уже обращаю знания к жене своей. Да, 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 да. Я знаю. Сука, блядь, какие же мы твари, блядь. Женщина должна получить половину. Если нет, она останется недовольна и будет тебя пилить всю твою жизнь. Подожди, а может быть имеет смысл обзавестись брачным договором до? Да, но у меня уже есть, у меня еще нет девушки, но уже есть спрочный договор. Ну окей, ну то есть ты все-таки за или против? Но в нем и нет и машин, поэтому смысл этого договора пока ноль. Он еще не наипел. Хорошо, но подожди, ты все-таки за или против? Ну в целом я скорее за, поэтому... Но также до сих пор мое циничное черное сердце черство и верит в любовь. Все, минус один друг у Маши. Е-бой! Думаешь, это правильно, разумно решено? Типа договариваться, кто кому должен, если вы разойдетесь? Ну да, у нас тема влога в брачный договор. Влог в брачный договор? Писать. Права на канал? Права на канал, нет. Права на инстаграм, нет. Да нормально. Если надо, я подготовлю почву на той стороне. Да? Не, не надо. Мы просто это обсуждаем чисто для общественности. Да ровная тема, а что, братан? Все реально сижу. Все знают, что... То есть ты придерживаясь того, что лучше на берегу договориться? Я не был в такой ситуации, мне тяжело судить. Но я в этом ничего плохого не вижу. Окей. Еще минус один друг у Маши. Ха-ха-ха-ха-ха! То есть ты на моей стороне, а она нет, да? Нет, ну Маши такая, типа, против. Потому что брачный договор для девочек, это что-то такое, знаешь, плохое. Мне кажется, наоборот, это девочка заинтересована. Типа... Ну, это смотря какие пункты там будут в брачном договоре, знаешь ли. Про бабло, наверное, конечно. Ну, хер его знает. А что там еще? Слушай, разные бывают абсолютно брачные договоры. В принципе, составление брачного договора для них это такой момент, что типа, значит, мы когда-нибудь можем развестись. Понимаешь, они как это воспринимают? Если нет брачного договора, то этого никогда не произойдет. Ну да. Я, на самом деле, считаю, что надо его подписывать. Брачный договор. Почему? Ну, потому что это, скажем так, упорядочит дальнейшие взаимоотношения. Ребята, это уже третий друг Маши, который за. То есть, у меня сейчас ситуация 4-0. Правильных друзей я завожу. Правильно. Все для тебя. Какого хрена остается, блин, ребенок-то у женщины? Нет. Ну, слушай. Это же мама. И что? У нас есть материнский инстинкт, у вас нет. Вы постоянно где-то шлынгаетесь. Это мама, это мое дитя. Я говорю, а я папа, это мое семя. Ну, вы ходите, зарабатываете бабки. Вам вообще нет детей. Вот прикинь, ты вот будешь там... Вот что ты делаешь? Уходят, зарабатывают бабки, а потом эти бабки отдавать кому-то. Вот. Потому что у вас вначале были такие условия. Куча есть, извини меня, пар, где мужик говорит, все, ты будешь сидеть дома, никакой работы, никаких там, типа... Я не знаю таких людей. Вот она сидит дома без денег, а потом, типа, он еще и оставляет ее ни с чем. Не, ну это чистые гандоны, я считаю. Так нельзя делать. Вопрос в воспитании. Вопрос в воспитании. Но если есть возможность, я бы заключал с удовольствием контракт. Так, секундочку. Следующий парт у нас будет, когда Маша подойдет к твоей девушке, братан. И спросит то же самое. Хорошо, Балыш, у тебя задание теперь. Как ты относишься к брачному договору? Отрицательно. Почему? Ну, в смысле? Скажи. Серьезно? Ну, почему? Ну, я считаю, что это убивает магию любви предсвадебной. Предсвадебной, а после? Не добавляет ли это каких-то, наоборот, разумных факторов в дальнейшем отношении? Нет. Почему? Ну, я не знаю. Ну, слушай, я против этого. Ну, как бы, ну… То есть будет, как будет, да? Да, да. А если… Ты же не собираешься, если, не дай бог, у вас не сложится семья. Ты же не оставишь жену с пятью рублями? Безусловно, нет. Ну, так может быть, имеет смысл прописать до, как бы, все? Ну, не знаю. Я считаю, что если люди порядочные, в случае какой-то неудачной ситуации, они так договорятся. Да. Я против убрать что-то. Я бы не подписываюсь, мне предложили. Ладно, братан, ты единственный друг у Маши, который за ее позицию. А, серьезно? А ты за? Ну, как бы, я считаю, что нужно заранее все прописать. Я не говорю про нашу пару, а вообще в целом. Ну, вообще. И все остальные ребята, они были за меня. Что-то эти? Да. Ну, что-то, поэтому они одни все, конечно. Обратите внимание, парень готов просто вот так вот. Отдать вам все. Отдать вам все и слепо верит в бесконечную любовь. Да. Наташ, ты считаешь, что брачный контракт должен быть? Имеет место быть, да. Потому что в нашей судебной системе, если у тебя нет брачного контракта, начинается там хитросплетение, схемы. И кто сильнее, у кого больше влияния, тот, соответственно, остается совсем… Это 100%, я на собственные оптики подходила, это точно. Может, ты понимаешь, что я тебе предлагаю? Я тебе просто… А ты предлагал брачный контракт? Я сказал, что я слишком дорожу нашими отношениями с Машей и не знаю, что будет через 10 лет. Ну, фиг его знает. Может, она накосячит, может, я накосячу. И если мы будем расходиться, я хочу, чтобы мы разошлись мирно. Потому что в любом случае у нас будет некая, может быть, ненависть. Но… Короче, хата ни при чем, Маш. Не трогай ее. Вот эта хата не трогай. Мы сейчас попользуемся. Нет, но… Я примерно оценю, сколько она стоит. И 10% сайта, ну, будешь просто жмотами снять. Хотя бы вот пристроечку. Беседка, Маш, беседка твоя. Почему все обсуждают брачный контракт как что-то стандартное? Это, как ты мне скажешь, каковы условия идеальные бизнес-сделки? Смотря что. Смотря что. Такая брачная. Нет. Ну, в целом. Почему наша, блин? Какие пункты должны быть учтены в брачном договоре? Это недвижимость? Да я не хочу брачный договор. Если ты считаешь, что это правильно и это нужно, тогда ты предлагай. Я тебе говорю, что… Мы сейчас обсуждаем исключить уже условия брачного договора. Хорошо. Я и начала. Поднимите руки. Кто за брачный договор? Ну, мне половину. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кирилл и Маша против. Можно объяснить? Хорошо. Если брачного контракта нет, базовые по умолчанию условия какие? 50 на 50. Совместно нажитое? Нет. Но в суде можно… суд очень часто ошибается и неважно, нажитое или не нажитое, все, что у тебя есть – 50 на 50. от попы. Суть очень часто… Ничего! Это такая чушь вообще! Нажитое в браке или нет, это вообще суд не рассматривает. Гайз, вы очень сильно ошибаетесь. Вот я, допустим, взял и во время брака подарил Маше машину. Все, твоя, и она оформила ее на себя. Если у нас нет брачного договора, то в случае развода я претендую на половину этой машины. А тут ты знаешь, блин… Ну, блин… У вас будет две машины, она не будет эквивалентной по стоимости. А свою машину я до развода успел на маму переоформить, а она не смекнула. Я уже претендую на ее машину. Ну, претендуешь, такой закон, да. Ну да, видишь? А если бы был брачный договор, то не имел бы права претендовать. Это только у нас в стране брачный контракт вызывает, типа, серию. А ты ел, типа, серию? Это вообще как-то не стыдно такое? Это как сказать, что человек ходит к психологу, типа, все, понятно, можно ставить, типа, крест на нем, да? У нас не принято обсуждать психоанализ, у нас не принято обсуждать какие-то определенные вещи. И брачный контракт тоже, типа, тема табу. О, боже мой, что это такое? В действительности во всем остальном мире это настолько базовая бумажка, это как, извините, справка от врача. Это нормально. Вопрос в том, что этот договор, это как... Ну что еще с ним сделали, пока я улетала? Это вопрос... У меня третя не было. Ну да и мы приходим, ребята. Что? Врачный договор нужен? Правильно? Мы к этому не будем. А какой и какие пункты? Решать жене. Какого хрена? Какого? Верните камеру сайт. Наташа, как ты такие вещи? Почему? Нет, подожди, а это не шутка нифига. Ты прокидываешь это сейчас, решать жене. Ты реально... Подожди, ты ни разу не сказала, что решать мужчине, лидеру семьи. Нет. Решать только вам, вдвое. Нет, не только нам, вдвое. А что тогда ты бесишься, когда кто-то говорит решать жене? Потому что двоим решать, жена это не двое. Жена реша и решает муж. Жена реша и решает кореша. Что еще хочется высказаться? Витя, давай ты. Я хочу сказать сам, что ты охуенно пожарил кукурузу. Да? Да. Количество соли. Это нативная реклама. Количество соли идеально контрастирует тем, насколько кукуруза прожевывается. Братан, пожалуйста, Витя, стоп. Это вторая интеграция по рекламе кукурузы у меня на канале. Пожалуйста, можешь прорекламировать кукурузное поле номер восемь? Кукурузное поле номер восемь это не просто дешевые плантации. Это лучшее, что мы когда-либо могли сделать на этой русской земле. Кукурузное поле номер восемь. Возьми початок в рот. Початок в рот. Початок вам в рот. Початок вам в рот. Эсмс-ку написал. Сто тысяч компенсирует. Пятерых трахнул? Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! как бы им новым лишь нужно противовес вашим я вообще с честная против брачного контракта это все полная хуйня нужно любить свою женщину а там новым будем делить до как в песне люби меня я просто на самом деле все это время играл роль вот такого долбоеба которые за брачный контракт поэтому я поддерживаю поэтому я поддерживаю тебя и поддерживаю тебя брата они все алчные гады до свидания если вам понравился этот выпуск просто сейчас влепите лайк подпишитесь мы стараюсь специально для вас и кстати говоря мне кто-то сказал что на ютубе есть какой-то колокольчик нажмите его тоже потому что я не хочу чтобы вы пропускали мои выпуски мне обязательно нужно чтобы вы в первый час просто врывались на мой канал и чтобы я вылетал в самый топ пока йоу красавчики вы конечно читал ваши комментарии и было очень много креативных от души но вот эту бутылочку уже везу сейчас сайбериан касперу братан ты красава больше всего лайк собрал жалко даже отдавать ладно спасибо что досмотрели пока